Приветствую всех зрителей моего канала. Если так подумать, я вот сейчас сравниваю эти ситуации наши, да? В истории рыжиков реально нет никакого браслета. Там есть только наследник и копия этого наследника. То есть там ситуация – один стал двумя. Лореляй признает за наследника обоих. Наш Люк к этому совершенно никакого отношения не имеет. Астерийский. У нас они близнецы. При этом Ван с Лореляй. Из-за чего, собственно, и случился вот этот вот союз с Лазаресом. То есть мы должны сейчас задаться вопросом, почему здесь Лореляй? В Астерия. В принципе, почему? Что касается этой ситуации, да, вы уже поняли здесь идею. Поэтому удивляться, что на полном серьезе в правильном прочтении Весперия играется от лица королевы, не приходится на полном серьезе. Королева – протаг основной. Но в истории Рыжиков там отсутствует какой-либо факт подселения чего-то в тело. Понимаете, в чем дело? В самом худшем случае все-таки они застолбят они застолбят браслет по Лазарес, а королеву реально по Тер-Колюмерес. Если они это сделают, я просто сниму шляпу перед автором Линка. Я сплю и вижу, чтобы автор Линка реально для этих так называемых мазершиперов уничтожила в этой франшизе все. И Паска может это сделать. Мы в шаге от этого. Потому что на самом деле это не может продолжаться долго. Когда один и тот же персонаж без раздельного голосования, когда голосуем за наших, голоса падают в улей. Это просто не может больше продолжаться. На этом нужно поставить жирный крест. А насчет королевы, ну, я скажу так. Пока она в официальном в эспирийском каноне, в официальном в эспирийском каноне не оттяпает кому-то голову, я думаю, бесполезно фанатам в эспирии что-то объяснять. То есть ей просто нужно реально себя показать, еще чуть-чуть постарше. И момент тоже я чувствую не за горами. Чтобы сейчас не устроил Нексус, этого будет недостаточно этим вашим фанатам в эспирии. Они так ничего не поймут все равно. Скажут, что это копия, что это косяк, терноног и так далее. Бить надо в материнку, вот сюда. Заставить всех уже выучить этот лор. Не путать мокрое. Так, сейчас, секундочку. Да, и не путать мокрое, как я уже сказала, с мягким. Тогда, может быть... Хотя, что может быть? Все равно ничего здесь здорового не будет. С паской в центре этого пазла ничего здорового здесь не будет. Для тех, кому Лазарес не по душе, уж и точно ничего здорового здесь не будет. А поскольку я считаю вот это вот идеалом за все 29 лет существования франшизы, это был идеальный мир. Просто идеальный. То, конечно, я всегда буду голосовать за Лазарес. А как это выстрелят? Вы скоро сами увидите. Но я еще раз хочу пояснить, что вот здесь вот я до сих пор не уверена. Я пыталась понять, изо всех сил пыталась понять, в лучах браслет, как таковой, уже руля не играет. Это просто королева целиком в лучах. До того, как коготь на нее свалился, это просто королева. Была там изначально, это было ясно. С первой буквально фразы, которую она говорит, Рапида, это было ясно, что они туда вызвали. Как первый столб. С кем бы лучше, конечно, они не связывались. Но заплатят за это очень дорого. То есть, что я хочу сама? Я хочу, я хочу. Я хочу, чтобы Пасха снаружи вмешалась, и я хочу, чтобы она вот снаружи вмешалась. Вот что я хочу. Тогда мы похохочем. При условии, что у автора Линка действительно достаточно полномочий уничтожить к чертовой матери здесь все для мазершиперов. Продолжение следует...